Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии и восьмая глава, которая содержит так много интересных моментов. И сегодня мы один-два из них также рассмотрим. И несмотря на то, что она не очень большая, но нам придется, постараемся все-таки закончить ее сегодня. Начнем вновь. Почтем первые стихи. На прошлом уроке мы говорили о 17-18 стихах, где рассказывается о суккот, в которых сидели евреи, и странные аллахот, связанные с этим, и объяснение хатам софера. А сегодня вернемся к началу, как я и говорил на прошлом уроке, и разберем очень важный момент, важнейшие постановления Эзры и его соратников, его окружения, которые сегодня, по сегодняшний день мы соблюдаем эти постановления, эти аллахот, дарабанан, постановления наших мудрецов. Итак, 8 глава. И понимающими, и слух всего народа преклонен был к книге Торы. С самого утра, с рассвета и до обеда, это очень долго и очень много. Что читали? Интересно, что наши мудрецы не говорят, что читали. Возможно, читали недельную главу Ваяк Эль. Это заповедь, которая во времена храма соблюдалась, и евреи должны были собраться раз в году, прослушать чтение одного из хумашей, одну пятую хумаша, пятикнижие Моше. Но наши мудрецы не говорят, что они читали там. Но в любом случае, если мы скажем, что предположим, что только недельную главу Ваяк Эль. Почему так долго? Пять-шесть часов с утра и до обеда. И наши мудрецы говорят такую вещь, что люди не понимали. Евреи не понимали еврита, не понимали святого языка. То новое поколение, которое родилось в Вавилонии, в Персии, родилось за кордоном, за границей, в изгнании. Оно уже, эти ребята, эта молодежь, они не понимали или плохо говорили на святом языке. И, соответственно, им требовался перевод. И с того момента пошел обычай, и был введен, введен Аллаха, закон, по которому нужно читать с тургеманом. Тургеман — это переводчик, или метаргеман — переводчик. И читался параллельный перевод с еврита на арамейский язык. По-видимому, все те языки, которые были приобретены в Персидской империи, они... Это не персидский точно, арамейский. Это семитская группа языков. Но вот, по-видимому, был как международный избран, как я слышал, как-то о огромной украинской диаспоре в Канаде, что там много и других восточноевропейских народов, которые эмигрировали в начале XX века, во время большой эмиграции знаменитой в США и в Канаду. Так вот, там международный, вот среди поляков, хорватов и русских, язык общения между группами этих был принят украинским, что их там больше всего, пару миллионов было. Так вот, здесь, по-видимому, был язык, который знали все, был язык такой для общего понимания, для общего общения, наследия, может быть, даже этого Вавилонской империи, именно арамит. И Эзра ввел постановление, по которому Хазан, не Хазан, а Сойфер, Балькорэ, простите, человек, который читает Тору, он не имеет права читать больше одного стиха. Когда прочитал он на святом языке Тору, после этого, стоявший рядом с ним Метургиман, он переводил народу, это на арамейский язык. Разумеется, такое прочтение недельной главы, если это взять сегодня, это может затянуться на целый час, в зависимости от того, сегодня у нас высокосный год, и поэтому недельная глава Тазрия, Шмини, они достаточно короткие, и за каких-то 15 минут, наверное, Балькорэ справляется закончить все семь алиот, все семь поднимающих секторе. Но бывают недельные главы сдвоенные, если в обычные годы многие короткие главы, они сдвоены и не короткие. И представьте себе, если это еще и будет с переводчиком, да и каждый стих по отдельности, во-первых, ломка получается, человек не чувствует сплошного течения текста, один стих на иврите, пожалуйста, арамейский. Вообще это, скорее всего, неудобно. И сегодня этот обычай сохранился только у евреев-выходцев из еменских общин, еменских евреев, так называемых, поскольку они были многие сотни лет изолированы от других еврейских общин, плюс они не вернулись во времена второго храма, так говорят. Есть даже объяснение одного из коммитаторов Мишна-Йод, который объясняет, что Эзра проклял еменских евреев за то, что они не вернулись в эпоху второго храма, в эпоху возрождения, возведения второго храма, строить эти земли, поднимать эту целину, строить Иерусалим, Микдаш, проклят, что они будут бедными. Я думаю, непонятно, насколько есть это источник или нет, на что он основывается. По факту они бедные, но страна такая еменская, бедная. Они приехали сюда босиком буквально, пришли. Но зато со своими свитками Торы, зато со своей традицией, неизмененной. И известно, что Хазуныш рассказывает историю, как Хазуныш однажды был, его застали, как он танцует со свитком Торы, спросили, в чем, закрыв глаза, в таком состоянии удовольствия высшего, высшего, и спросили его, в чем дело. Он сказал, ко мне пришли еменские, привели сейчас группу еменских евреев, которые начали также после образования государства Израиля в 1948 году, группами большими, малыми, перебираться через всю Аравийскую пустыню и пытаться дойти, добраться до Святой Земли, государства Израиля. И вот ко мне привели такую группу, и у них был свой свиток Торы. Я проверил основные места, и я убедился в том, что нет никакого отличия от наших сифрейторашкинастских. Есть известно на одну букву отличие, но не эта тема наша сегодняшняя. Так вот, еменские евреи отличаются очень-очень своей самобытной и неизмененной под влиянием других еврейских течений и общин своей культурой и главным образом Аллахот. И вот у них, в частности, и у единственных, у кого сохранился этот обычай, когда есть турги, турджиман, все буквы святого языка принимают Дагеш. Сегодня мы не знаем у большинства просто, как произносить эту букву. Только Тав, Сав у Ашкиназим выделяется. Еще кое-что, например, буква Гимель, а в еменские евреи произносят как Джимель, как Джи. Барай при Аджофен, именно Джофен, потому что они не Джафен, они не говорят Гафен. У них Камаз читается, Ой читается как О. То есть Холен они не произносят как АДО. Но они не АДО, как и ашкиназские евреи, АДО говорят. Очень похоже, ближе к Ашкиназим. И пейсы их известны, как у хасидов, которые они называют Симоним. Не Симоним, а Симоним. В общем, это очень самобытная, очень важная еврейская община, у которой есть много интересных моментов. Но для неподготовленных людей не советуют идти в субботу, в синагогу еменскую, потому что, во-первых, тяжело понять, что там происходит, потому что многие обычаи, но и в главном образом, вот это вот чтение построчное Торы, которое сохранилось только у них. Это понятно, спросите вы, почему сегодня это у нас нет? Нет, если Эзра это ввел, зачем это было отменено? Потому что не было необходимости, когда евреи переехали в Европу, для многих стал язык, это или испанский, или греческий, или болгарский, или немецкий, или идиш. То есть, в зависимости от того места, где они проживали, для них язык той страны становился родным, как для американских евреев сегодня английский. Соответственно, нет никакого смысла в арамейском языке. Бесседер, вернемся к нашей восьмой главе. «И стоял Эзра на деревянном возвышении, которое для этого...» Это стих четвертый, простите. «И стоял Эзра на деревянном возвышении, которые для этого сделали и стояли рядом с ним, Матитья». В прошлый раз мы это прочитали. Я объяснил Инь-Ян момент с 12 людьми, которые стояли по обе стороны. Но есть еще многие интересные моменты. Почему нужно было делать возвышение? Сегодня в синагогах так же. Во многих синагогах Тору выкладывают на стол, на бима, так называемое. Но это просто так, чтобы было удобно читать. Или если это ашкенадские синагоги, то есть наклон, чтобы Сефер Тора лежал под углом и было удобнее для Балькойры прочитать. Хотя бывает и ровный. У сефарских евреев это обязательно ровный стол, потому что их Сефер Тора находится в футляре и ставится. Он стоит вертикально на столе, на биме. и поэтому бима сама по себе понятно, какое ее предназначение. Не могут, ну, не держать Сефер Тора в руках и читать с рук. Но есть синагоги, где сама бима находится на возвышении. Оно находится, оно обычно есть забор, сделанный. У хасидов всегда, практически, у всех синагогах так это сделано. То есть сама бима находится и место, где стоит Балькойры и читает Тору, оно уже приподнято на несколько десятков сантиметров. Так вот, это делается для того, чтобы придать этому процессу чтения Торы, придать, ну, если не статус, то уподобить это каким-то образом сравнить с дарованием Торы на горе Синай, как там была гора, как оттуда доносились звуки, люди видели голоса, видели, как можно видеть голоса, все, были сплошные чудеса. И вот этот важный момент чтения Торы, он также всячески пытается быть, наши мудрецы пытаются обставить это разными моментами, которые напомнят нам о даровании Торы. Хотя я вспоминаю, бывают синагоги и бывают, смотришь какие-то древние фотографии древних европейских синагог, которые уже превратились в музеи в большинстве своем. Иногда есть и такие синагоги, где бима, она утоплена в землю, то есть наоборот, хазан, который стоит там, а также балькоры, он находится ниже других. И это тоже, наверное, объясняется тем, что человек, который является представителем перед Всевышним, представляет сейчас всю свою общину перед Всевышним, пусть он будет немножечко принижен, пусть принижит себя, и тогда, как говорит царь Давид в Таилим, что является лучшими жертвоприношениями для Всевышнего, это наши разбитые сердца, разбитые души, имеется в виду приниженные, человек, который чувствует себя приниженным перед Всевышним, а не просто так. И это важнее всего. Человек, который смог побороть в себе гордыню. И вот, постановление, какие же у нас были здесь постановления? Здесь нам рассказывается о том, как читал, вот смотрите, пятый стих. «И открыл Эзра книгу на глазах у всего народа, потому что стоял он выше всего народа, и когда открыл он ее, встал весь народ, и благословил Эзра, Господа, Бога Великого, и воскликнул весь народ «Амейн, амейн!» Амейн, амейн!» Вот эти стихи являются источником интересного спора, спора, на основе которого устанавливаются некоторые аллахот. Есть трактат «Софрим», наверняка вы не слышали. Трактат «Софрим» это группа, он относится к группе маленьких, малых трактатов «Масыхтот ктанот», на которые нет, если у нас так, если весь есть «Шас», есть «Шиша», «Седра и Мишна». Не на все своды Мишна-йод есть «Гмара». «Гмара» — это добавление уже, или «Пирушим» комментарий на Мишну, которые представили себя или «Вавилонский», или более, менее изучаемый и меньше по объему «Иерусалимский Талмуд». Но это уже называется «Гмара». Скажем, «Вавилонский Талмуд». Нет трактата «Кейним», нет трактата «Кейлим», нет трактата «Пара», нет много-много-много других трактатов, на которых есть «Гмарот». Но есть Мишна-йод. А есть «Масехтот», «Ктанот», которые вообще не имеют Мишна-йод. И они представляют из себя, по структуре своей, они использованы таким образом, как… То есть там есть только Аллахот. Как раз вот «Иерусалимский Талмуд», он сделан таким образом. Есть Мишна, а потом Аллаха идет. И, может быть, я ошибаюсь насчет Мишна-йод, если есть Мишна-йод в «Иерусалимском Талмуде», кажется. Но там тоже есть Аллахот. Там обычно указания идут не по страницам, а по Аллахот. И вот эти малые «Масехтот», трактат Софрим, трактат Дерех Эрец, трактат Герим, трактат Кутим, трактат Кала, они собраны, обычно их можно найти в конце, если обычное издание Вавилонского Талмуда, в конце Аводазара, один из больших и стандартных трактатов Вавилонского Талмуда, вот там в конце приводятся все эти «Масехтот» но вот у Равхайм Каневского есть на ней на все эти книги малые, очень обширные комментарии. И вот трактат Софрим, в нем имеется Аллаха такая, спор наших мудрецов, наших Танаим. Один Тана говорит так, это глава 13, Аллаха 8, как нужно правильно читать Тору, какой процесс чтения Торы. открывает, выносят Тору из Ковчега Завета, из Ароны Кодиши, выносят Тору, смотрит, то есть мы, вспоминайте, как в синагоге каждый еврей поднимается к Торе, открывают, и Балькория показывает, тот, кто будет читать для тебя Тору сейчас, показывает, вот это место, где ты должен читать. Еврей смотрит, что мы потом делаем, закрываем и благословляем. Посмотрите, какой процесс всего этого описан, какой спор есть между Танаим в трактате Суфрим. Открывает, смотрит или видит, Роэ, перематывает, если это находится не на правильном месте, потом благословляет. Другой Тана спорит с этим мнением, говорит, открывает, видит, благословляет. Перематывает, имеется в виду, не перематывает на правильное место, а открыл, и оказалось, что в твоей синагоге габай не еки. В Кириоцефере очень интересно, здесь такая прослойка общества у нас, или по происхождению евреи из Европы, еким, но многие уже израильтяне, они тоже потомки еким, это выходцы из Германии, сегодня это в основном все английские, все швейцарские евреи, голландские евреи, все они обязательно еким. еки от слова джак, пиджак, джак, потому что не ходили, первые, кто из евреев стал ходить в коротких пиджаках, таких презрительно так называли, такую кличку придумали и польские, и другие евреи, которые ходили в штраемах, в сюртуках, в длинных халатах, как это водилось и у их предков. Они известны своей педантичностью, приобретенные от немецкого народа, который невероятно педантичен. И в основном все габаи, я обратил внимание, все эти служки или старосты, синагоги, они именно, даже уже став частью литовского движения, они всегда получают вот эти вот должности, почему быть главой синагоги, администратором, не тот, кто решает все, а тот, кто просто всем управляет и все подготавливает, потому что такой человек, у них заложено внутри, это наследственное, не в состоянии опоздать, не в состоянии, чтобы свет вдруг выключился в синагоге, раньше, чем закончилась молитва. Ну, экономят электроэнергию, ставят шаун-шаббат, ставят таймер специальный, или вдруг кондиционер вырубило посередине лекции какой-нибудь большой рожь и шивы, который приедет, выключился. Вот эти люди идеально подходят к этой должности, они всегда, и Аллахот тоже, специалисты в Аллахот, потому что у них все, голова устроена вот таким образом, чтобы все разложить, все разложить по полочкам. Так вот, человек приходит в синагогу, открывает для чтения, Балькойры пришел, подготовился, вдруг, оказывается, не перемотали. Такого сегодня практически быть не может. Каждый нормальный габай вечером, ночью приходит со своим помощником, или зовет какого-то Авреха другого, кто там сидит, учится, давай, ты держи, а я буду, если это шкенадский сафир Тора, я буду перематывать на нужное место, где завтра будем мы читать, или если это недельная глава, или же если это дополнительный сафир Тора, который должны вынять сейчас из Аронакойдыш, и читать, например, Порошат Схор, или Порошат Пара. Это отдельный отрывок в отдельной недельной главе, который нужно именно на том месте открыть. О чем же говорится здесь? Перематывает. Перематывает имеется в виду. Слово перематывает имеется в виду здесь. Я так перевел. Мегальгель имеется в виду открывает для общего просмотра. И получается, что у нас здесь есть спор. Какой порядок во время поднятия Ктори или чтения Торы, Алияле Тора. Как мы сегодня делаем? В большинстве шкенадских, литовских, хасидских синагог мы сначала подходим к Торе, видим, нам показывает указкой серебряной, пальцем так называемая, Балькойры, тот, кто читает для нас, где это место, мы благословляем. Что после этого? Читаем. Что после этого, когда закончили недельную главу читать? Подходит человек, делает Акба, приподнимает, и вот тогда и Мегальгель, тогда он и перематывает, имеется в виду не перематывает, а раскрывает Тору. И нужно, чтобы было три листа, три клафа, три столбца, которые ты показываешь народу. И нужно показать, да, или сделать полностью на 368, на 300, на 360 градусов поворот, или же налево или направо, так, чтобы каждому, кто находится в синагоге, была возможность заглянуть в Тору, увидеть текст, хотя бы издалека, увидеть лицо, внутреннюю сторону, свитка Торы. А вот сифарские евреи делают не так. Я слышал, что и в Хабаде делают не так. Сначала подходит человек, произносит, видит, произносит благословение, а тут же, в начале чтения, то ее поднимает, я уже показывал вот таким образом, потому что сифарскую Тору, ее очень, свиток Торы, она очень массивная, из-за футляра, в котором она находится, деревянным, и инкрустированным серебром, иногда и золотом, невероятно красивое зрелище. Человек просто берет ее, вот таким образом приоткрывает, вот к вам сторона развернутая, вот такая остается, и показывает народу, приподнимая. После этого начинает ее чтение. Так вот, этот спор, он находится здесь, в трактате Софрим. И на первый взгляд, сифардские общины, или там общины Хабада, где так, такой закон, вот они как раз, их источники, из этого Масеха Софрим. Откуда же Ашкиназим взяли свой обычай? Объясняют комментаторы, что есть Брайтот, есть еще какие-то Аллахот, которые находятся в ней, даже не вошли в этот Масеха Софрим, в трактат Софрим. И там находится вот упоминание об этом обычае. Теперь, есть проблема, есть проблема, что, когда мы, Тору нужно закрыть, с другой стороны, это Тирхадет-Цибура, это даже не иврит, а это арамейский язык, которое в переводе на русский означает, что это утруждение, это задержка времени, и это утруждает всех людей, которые здесь находятся. то есть мы сейчас перед тем, как благословляем, закрываем Софер Тора, благословение на чтение Торы, перед ее, в начале Алии. И когда мы откроем, то Софер может какого-то, извините, Балькойре, он может ошибиться, он может, какие-то мгновения уйдут на то, секунды на то, чтобы найти то место, откуда он должен читать. Так вот, посмотрите, как наше время ценили наши мудрецы, и как Тора ценит это. Ну, там полминуты. Ну, люди уже пришли, сегодня суббота, куда спешить? Пришли послушать Тору Всевышнего, послушать чтение, получить удовольствие от молитвы, возяснить молитву Всевышнему. Мы не спешим, полминуты, полминуты это время. И общество, община, не нужно терять его. Так вот, ну, если ашкенадский Сефер Тора, он легко его открыть вновь, его можно легко открыть, закрыть. Так мы так делаем. А у Сфарадим, по этой же причине, видите, у них тяжелее открывается и закрывается, поэтому они в начале вот это делают, приподнимают, закрывают, открывают, а только потом начинают читать. Есть еще один момент, проблемный, который, проблема для всех. Человек, который смотрит в открытую Сефер Тора и благословляет, люди, находящиеся в зале, находящиеся в синагоге и со стороны, им может показаться, они будут подумать, что вот эти благословения, они написаны в самой Торе. И для того, чтобы избежать этой проблемы, так, Кашкиназим закрывают все-таки Сефер Тора и только потом открываются, после окончания благословения, и Бааль Койры начинает читать, а у Сфарадим, поскольку, опять же, это массивный футляр, Сефер Тора остается открытым во время благословения, но там, внутри, к одной из стенок привязан красивый платок. И поэтому евреи, которые благословят, а Сефер Тора стоит вот таким образом, вертикальным, прямо к тебе, перед лицом человека, он натягивает, как ширму, этот платочек и благословляет. Не мешало бы еще и глаза закрыть в этот момент, для того, чтобы у других никаким образом не возникли сомнения или подозрения в том, что то, что ты прочитал благословение на Тору, это то, что написано внутри этой недельной главы. И таким образом в каждой общине нашли выход по-своему из различных проблем, чтобы они не возникли. есть еще интересное Аллаха, или, скажем так, не Аллаха, а постановление наших мудрецов эпохи Эзры, что вот тогда был введен первый перевод Торы, переводчик на арамейский язык говорит, что сегодня осталось только у йеменских евреев, как сегодня уже упоминалось, второй Эзра постановил, что должны читать в Шини и Хамиши два раза в неделю, и в субботу нужно читать не менее десяти стихов, а также должно быть три человека, подниматься к Торе три человека, три еврея, и каждый должен читать не менее трех стихов. Один, то есть ты можешь дать десять стихов, разбей их, пусть кому-то достанется четыре, Коин, Леви, Исраэль, последний, средний, неважно, но каждый должен получить не менее трех стихов, нельзя сделать так, чтобы у одного было два, у другого было шесть, и еще одного два, должно быть обязательно по три, минимум три человека, и еще он добавил чтение Торы в Минху в субботу. Этим Эзра ввел новые постановления, которые перекрывали и отменяли постановление Моше. Что ввел, какие постановления ввел Моше? Моше, когда они прошли, евреи, по пустыне три дня, и начались проблемы, начались требования различных вещей, за которые потом евреи горько расплачивались. Моше понял, что когда три дня не учили Тору, сразу же начинаются проблемы, начинаются проблемы у евреев, и поэтому он постановил, чтобы в шине и хамищи, то есть, если в субботу всегда, в утром, в утреннюю молитву читали Тору, то этого недостаточно. От субботы до субботы еврею нужна подпитка духовная. Моше постановил Йом-шини, Йом-хамищи, но он постановил что-то достаточно один еврей, чтобы поднялся к Торе, и чтобы читали даже один стих или три стиха, этого достаточно. Эзра же увеличил все это, и всему этому есть объяснение, глубокое объяснение. Я начну издалека известная вещь, известная фраза, ну, мне, по крайней мере, известная, так я вам расскажу, которая мне была не очень понятна, высказывает наших мудрецов о том, что эпоха второго храма, времена Пурима, времена книги Эзра и Нехемии, это было время, когда начала расцветать и распространяться устная Тора. Мне было очень непонятно, как, что, но она, ведь Тора дана, ведь Тора дана была также с устной Торой, она ведь все Аллахот Мушеми Синай, которые были дараны на горе Синай, они ведь тоже были даны уже тогда. Почему же тогда мы называем ее вплоть до эпохи второго храма, называем эту эпоху, эпохой письменной Торы под таким названием центральным, а теперь начинается расцвет, распространение устной Торы. Так она и раньше была, раньше ее тоже знали и изучали. Так вот, здесь вот не помешает небольшой ликбез. Есть несколько этапов развития устной Торы, и Рамбам подробно нам объясняет в предисловии на Мишнает, как раз на Шас, который сегодня также упоминали, что оказывается многих споров их просто не было. Многих споров, например, Вавилонский Талмуд, как он составлен? Это в большинстве своем споры разных мудрецов. Танаим, Мишнает, Амураим, Агмара. Откуда взялись эти... Вот я много лет учился в Койлере и всегда думал, может быть, это утерянные. Так действительно читает Райвет, извечный оппонент Рамбама. Он говорит, что были какие-то вещи утеряны, какие-то законы забытые или подзабытые. И наши мудрецы путем пильпуля, путем логических изысканий, вычислений жестких, построены на массе правил. И вот внутри этих правил и посредством их они постепенно выводят ту истину, которую мы немножечко забыли или немножечко понимание ее ослабло у нас. Рамбам называет это мнение неправильным. И он утверждает, что этих споров просто не было. Многих вещей в них не было необходимости. Как, например, сегодня электричество. появилось электричество. И его в те времена не было. Так что теперь можно ездить на машине, как утверждают реформисты, или же зажигать электричество. Огонь, да, понятно, варка запрещена. А вот по мнению Хазаныша спиральная лампа, в которой есть спираль, сегодня практически нету. Нигде у нас здесь везде леды или флюорсенты. Но в те времена еще, когда были спиральные лампы, человек, включая в субботу спираль, зажигает такую лампу. Что он делает? Ну, прежде всего, он нарушает закон аллахо-строительства, боне, потому что он замыкает цепь. Это еще, может быть, многие с этим согласятся. А вот дальше Хазаныш говорит новаторскую вещь, совершенно сногсшибательную. Он говорит, что спираль, это поскольку она накаляется, и после ее выключения она, что с ней происходило в это время, когда она была под напряжением и светилась, она была раскаленная, она раскалялась и расширялась ее кристаллическая решетка. Соответственно, когда мы выключили подачу тока, прекратили подачу тока на эту спираль, она съежилась, она сократилась, и сократилась кристаллическая решетка. А вот кристаллическая решетка после таких процессов, она становится крепче. Это называется процесс закалки, то, что делают обычно какими-то болванками, какими-то произведенными стальными элементами, которые опускают в воду. И она становится лучше. Он говорит, это варка. Ну как же варка? Варка мы понимаем, заварить чай, сварить суп. Утверждает Хазуныш, ну в общем так наши мудрецы говорят, все комментаторы решения им так объясняют, что варка это когда мы оказали позитивное, положительное изменение в каком-то веществе посредством термического воздействия. Соответственно, или же это спираль, которую мы сварили, то есть улучшили ее состояние под воздействием электричества, или же это кусочек бревна, который выступает в роли колышка для того, чтобы древние гвозди, которыми забивали на Востоке до сих пор, не до сих пор, но еще в начале века, если не ошибаюсь, строили корабли, забивали вот такие деревянные колышки, так его бросают в печку для того, чтобы он высушился под воздействием температуры, из него вышла влага, соответственно, в море он будет менее подвержен гниению из-за влияния воды. Все это попадает под понятие варки, хотя нам казалось бы, что мы бы ограничили это гораздо менее какими-то кулинарными вещами и работой на кухне эту Аллаху. То есть у каждого поколения, зачем я так сделал, такой не по нашей теме экскурс на Аллаху от Шаббат, потому что мир развивается, и прогресс, который приносит нам, прогресс мировой, развитие каких-то вещей, приводит, приносит нам новые и новые, и сегодня уже ежедневно почти новые изобретения, которые иногда и нередко улучшают нашу жизнь. Но нам нужно знать, как к ним относиться, как их определить. Разрешены изначально, запрещены, что в субботу, как с ними. Есть такие, которые пытаются, может быть, разрешить работу в микроволновой печи, потому что это вообще тоже, может быть, не подпадает под понятие варки, когда микроволны воздействуют на влагу, которая находится внутри курицы, и вот она изменяется физически. Много-много-много мест для прогресса, для развития наших знаний и для развития каких-то аллахот. Так вот, это все заложено было в самой Торе. Рамбам приводит стихи, из которых следует это. Он доказывает это. И получается, что вот эти вот споры наших мудрецов, которыми испечрён весь Вавилонский Талмуд, десятки томов Вавилонского Талмуда, это не то, что Моше получил на горе Синайской. То есть Моше на горе Синайской получил другие сотни аллахот, которые называются Аллаха Мошеми Синай. То есть, допустим, на прошлом занятии мы как раз вспоминали сука из двух стенок. Сука для бедных, так я её назвал, не знаю, правильно это или нет. Так вот, под прямым углом две стенки полноценные и какая-то одна доска высотой необходимы, минимум 10 тефахов, шириной в тефах. Вот это вот называется третья стена. Это Аллаха Мошеми Синай. Есть спор по поводу муавитянка. То, что муавитянам не разрешается заходить в народ Израиля, а муавитянке, да, разрешается. Женщинам, Муава и Омоном. На них не распространяется запрет прохождения гиюра. И вхождение в народ Израиля. Это тоже Аллаха Мошеми Синай. Вот это Аллаха, это та часть устной Торы, которую получили на горе Синай. А что с другими? Что вот с муавитянными спорами? Это та заложенная часть развития Торы, которая началась как раз вот в этот период после Эзры, во времена Эзры, после того, как евреи вернулись и возвели второй храм. И вот как раз мы этим занимаемся. И вот это и объясняет ту разницу между Моше-рабейну, между его эпохой и его временем, вплоть до разрушения первого храма и новой эпохой от Эзры и до наших дней. Дело в том, что вся жизнь Моше, или все его постановления, они... То есть, что важно было для Моше? Он увидел, есть проблема. Евреи не слушают Тору несколько дней, начинают совершать преступления, и начинают хотеть того, чего хотеть не надо. Хорошо, сделали Тору. Но, например, сегодня, в те времена евреи все понимали Тору, а времена Эзры уже не понимали. Есть ли смысл какой-то вслушивания, прислушивания, прислушиваться к словам Торы, которые ты не понимаешь, которые читают на святом языке, на том языке, который ты не понимаешь? Наши мудрецы интересную притчу приводят, в примере в Мидраше. Они говорят так, вот один король, один царь дал своим подопечным дырявые ведра, как фактически друшлыки, и послал их за водой на реку. Говорит, начерпайте мне этими ведрами воду. И пока шли его служащие, его слуги, рабы, к этой реке, они начали обсуждать и проходиться по... насколько умный этот наш король. Зачем он нам дал такие ведра, которыми изначально невозможно начерпать воду, даже если мы что-то сможем зачерпнуть, мы не сможем донести до замка. И мы не будем это делать. Это глупости. А другие, более послушные рабы и более умные, или слуги, они сказали такую вещь. Даже если мы не сможем принести воды, все равно здесь есть польза. Дырявые ведра, они еще и грязные ведра, мы же не знаем, чем их продырявили и чем им... что ими черпали до этого или переносили. Они грязные. Так вот этим вот плесканием в воде мы сможем как минимум принести одну пользу. Мы сможем вымыть эти ведра, и они станут чище. Что имели в виду наши мудрецы, когда приводили этот медраж, когда эту притчу? Они говорят, что Тора, даже когда ты ее не слышишь. То есть, когда ты ее слышишь, но не понимаешь, она все равно нас очищает. Она входит, она выливается. Она не остается. На наших страничках нашей души файлы не запечатляются, они не остаются, потому что вода выливается. Но зато это нас очищает и все равно делает лучше. И если, может быть, во время первого храма люди были настолько богобоязненными, что даже такое состояние им подходило, хотя почему? У них было лучшее состояние, они не были дырявые, они понимали, когда читали Тору. Она не только очищала их, она еще и оставалась у них. То в наше время, когда мы уже с такими ведрами, во времена Эзры уже работать нельзя было. Поэтому Эзра вводит новые постановления. Вот посмотрите, Моше ввел чтение Торы, но не ввел перевод, переводчика. Эзра вводит Тургемана, переводчика. Почему? Теперь наступает новое время, новый этап развития Торы, устной Торы. И если мы не понимаем, что в Торе написано, это не имеет почти никакого смысла, оно не влияет на нас. Поэтому нам нужен смысл, мы должны понимать, мы должны знать перевод, мы должны знать, о чем говорится. И это не только перевод, а это и новые знания, новый аллахот. И вот теперь мы понимаем, что письменная Тора, она в принципе похожа на, опять же приведем другой пример, человек приходит и открывает книгу, очень толстую, массивную книгу, большую по объему, открывает содержание, прочитывает все содержание и говорит, в общем-то я знакомился с книгой, очень даже неплохая книга, очень даже было интересно. Ему говорят, да что ты говоришь, глупости такие несешь. Ты же прочитал только содержание, главное это дальше, это только заглавие основных вех, основных глав, каких-то отрывков. Так вот этот вот человек, который прочитал письменную Тору, Хумаш, так называемый, и изучает ее вместе с комментариями, это и напоминает нам, я прочитал, все понятно, стих за стихом, глава за главой, глава Корах говорит, а Бунте Кораха, глава такая, это Мишпатим говорит, о рабах и других законах, да что непонятно, все понятно, караимы, да я, понимаете о ком я говорю, или просто о тех, кто говорит, вот это черное по белому написано, в это я верю, а ваши комментаторы, кто сказал, может высоцелить пальцы, нет, это есть устная Тора, или ее еще один отдел устной Торы, кроме тех, которые были изначально дарованы Моше, как что-то параллельное, какое-то объяснение, есть еще многие вещи, которые появились в процессе изучения и развития Торы, хачанут, и теперь Эзра делает три стиха на каждого еврея, теперь он вводит, чтобы было три человека, что они с собой не слушают, эти три человека, это три основные группы еврейского происхождения, это коины, первые обычно коины, если есть в синагоге, если нет, тогда нет, потом если есть левит, и потом израиль, израильтянин, обычный другой еврей, приглашается к Торе, если нету левита, то тому же коину дают, спрашивают, почему не дать другому еврею, или другому коину, почему одному достается вторая, говорят, так написано в Мишне Бруле, могут подумать, что почему его, опять, взяли этого коина вместо того коина, потому что он, наверное, оказался не кошерный, теперь его сместили, и теперь нормального вместо него, так могут подумать, так вот всегда есть коин левит, если нету левита, обычно вторую левит получают коин, но третью уже обязательно получают, то есть, есть всеобъемлющая картина всего народа, каждый получает по минимальной порции Торы, есть единственный случай, когда читается менее десяти стихов, всего девять стихов, это когда в Пурим утром читают отрывок, соответствующий Пуриму, там как раз Амалеке, и нет смысла переходить в следующую главу, захватывать оттуда еще один стишок, стих для того, чтобы добавить десятый стих, потому что Ниан, вот этот отрывок об Амалеке, он как раз закончен, смысловой отрезок, отрезок он пройден, поэтому есть такое исключение, но обычно всегда, как минимум, читают в будни, не десять стихов, и вот Эзра, он и видя изменения, видя отличия, что мы переходим в другой этап жизни, мы переходим в какой, наверное, многие подумали, мы стали хуже, мы стали хуже, и поэтому нам обязательно нужно теперь каким-то образом выкручиваться и искать себе, назовем это костыли какие-то, помогать нам, здесь добавили, там добавили, Сидур придумал, как мы говорили, Эзра придумал, и создал вместе с Аншикнес, так туда Сидур, молитвенник для того, чтобы евреям было легче молиться, но это не совсем так, он делал необходимые приборы, необходимые каких-то посредников создавал, которые помогут нам, какие-то патенты, которые помогут нам адаптироваться к новому духу, нового времени, и он не только не хуже, а даже и в чем-то лучше. То есть Эзра вводит постановление не просто так, для облегчения, из-за нашего ухудшения, а он придумывает новые патенты, патенты для того, чтобы адаптировать нас к новому духу, новой эпохи, и говорят наши мудрецы, даже видят, глядя в этот корень, этих введений, новшеств, которые мы пользуемся по сегодняшний день, что народ Израиля даже в чем-то стал лучше. И вот о сущности этих постановлений, о этих нововведениях, которые частично мы разобрали сейчас, мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова